Майкл, вы говорите, что каждому положены деньги по судьбе, а если человек заработал больше, то это что значит? Что он их потеряет или он поменял сценарий судьбы? Благодарю. Были случаи, и было случаи немало. Один из случаев, все смотрели, наверное, это назывался Лост, там сериал, я не знаю, как Лост, потерянный, наверное, или на острове, в общем, там самолет разбился, я смотрел, но многие смотрели, разбился самолет, и там происходят какие-то невероятные вещи на этом острове. И там был один толстый такой мордатый, вот, очень толстый, и он рассказывает, что он вывел в лотерею, угадал все там шесть номеров и заработал там какие-то, ну вот, и он, значит, купил дом маме, дом сгорел, он там что-то купил машину, машина в гребенге была разбита, что-то еще, что-то еще, и так, и так далее. Есть огромное количество случаев, где люди повыигрывали, и многие из них, ну, не многие, некоторые, наверное, не знаю, они вообще ушли из жизни, казалось бы, да? Но потеряли все, и ушли из жизни в том числе. То есть по судьбе это говорит то, что у нас есть карма, и нам по судьбе положено определенное количество денег, и эти люди, которые это все потеряли, это люди, которым первое по судьбе не положено, они не наработали. Бывают прорывы, бывают случайности, когда идет все не по плану. Я несколько откликнусь, но Владимир Ильич Ленин, который должен был осуществить определенную, значит, программу, оттуда, кстати, вот, сверху, он не по плану заключил Брест-Литовский договор. Горбачев в свое время, Берлинская стена, то есть никто от него такого не ожидал, пробой произошел, что-то произошло, которое сбито было, мы понятия не имеем, что такое, это не имеет никакого отношения ни к Беже, ни вообще ни к чему, но это законы, которые мы должны понимать, кто мы есть, и кто мы есть в рамках мироздания, и космоса, и всего, и всего, и всего. Поэтому по судьбе, да, нам положено, да, нам можно это все определить, но судьбу можно менять. Вопрос заключается в том, для чего нам нужны эти деньги, почему мы их получили. Кто-то находит чемодан с деньгами, вот, а кто-то теряет деньги, правильно? Это все по судьбе, это все кармические какие-то наши долги, кармические наши задачи, и это все можно высчитать. У нас вчера была программа, у нас было три медитации, три медитации с одним из преподавателей наших курсов, Альяна, которая, ну, три, так она определила, три места, скажем, денежных места, это Мальта, это Москва и это Нью-Йорк. Ну, три мы выбрали, она выбрала, точнее, три. Ну, можно объяснить, почему сейчас детали не в этом. Речь шла о том, что человек может получить, если он будет в определенной практике делать, у него могут открываться какие-то способности для заработка. И это серьезные вещи, как практически трейдер, сегодня я не трейдер, как профессия, когда-то это было, действительно. Сегодня это как бы хобби, мне просто интересно. Это как для меня, это как комбинация, которая, если она приходит к логическому завершению, поскольку я шахматист и неплохой в прошлом, я знаю, как это все работает, то тогда, а вместе с этим приходят, разумеется, деньги. Поэтому это здорово, замечательно, я, собственно, демонстрирую это вот на этих наших денежных каналах, Сергей может написать эти каналы, если кому-то интересно. У нас в Телеграме есть несколько групп, несколько каналов, ну, и там есть и графики, и все, и все, и все. Ну, вот так. У нас будет, я приглашу Альяну, я приглашу на курс, дорогие студенты, у нас сегодня проходит мой курс. Я очень-очень редко делаю вообще такие курсы, просто дело в том, что это единственный курс, который я хотел бы вести, и я веду их, потому что это, я делаю, нету, я могу сообщественно заявить, нету, нигде. Ни в России, ни в Америке, нигде нет таких курсов, в смысле, не то, что нет таких курсов, нету такого подхода, при котором человек имеет, ну, очень большую вероятность получения материальных благ.